Сегодня 24 июня 2014 года и я хочу поздравить всех членов ДНР и ЛНР с тем, что на территории ваших республик полностью прекратилась коррупция. Как мы видим, ни одного сообщения на сегодняшний день со стороны средств массовой информации, со стороны общественных активистов и журналистов нет о том, что на территории ДНР и ЛНР совершаются какие-то коррупционные действия, нарушения милиции, коррупции судов и прокуратуры. Но такая ситуация произошла не потому, что на территории этих республик исчезли противозаконные действия, а потому что все журналисты, которые об этом писали на протяжении всех предыдущих лет, были просто ликвидированы или запуганы. Сегодня в город Киев приехал активист дорожного контроля, один из активистов дорожного контроля города Донецка и вкратце рассказал ситуацию, которая происходит на территории его родного города. Как мы видим, ни одного ролика от дорожного контроля Донецка на сегодняшний день нет, поскольку все активисты, которые занимались фиксацией незаконных действий на сегодняшний день, не могут заниматься своей работой, поскольку работники ГАИ, которые сейчас сотрудничают с сепаратистами, с боевиками, с уголовниками, просто занялись охотой на наших активистов. Недавно был случай, когда просто ехал человек в машине, активист дорожного контроля на пассажирском сидении, остановили работники ГАИ водителя, и работник ГАИ узнал в машине активиста, который сидел на пассажирском сидении. Он подозвал представителей ДНР, который выточили нашего человека, избили его прикладами по голове, выбили зубы. Вот такая вот ситуация сейчас у нас происходит в Донецке. Я спрашивал нашего активиста, ну как вообще местное население поддерживает такие вот порядки, такие вот устои? Люди говорят, что боятся даже между собой обсуждать ситуацию по поводу ДНР, поскольку сами люди и стучат, сливают ДНРовцам своего соседа, своего товарища, своего друга, который негативно говорил о представителях этих, так сказать, организаций. То есть, если вы говорите кривое слово, приезжают боевики, выбивают вам голову и просто вас уничтожают, делают из вас мясо. То есть, ситуация, в принципе, сейчас на территории Донецка такая, как в России. Нет нарушений, но нарушений нет не потому, что их нет, а потому, что просто об этом никто не пишет. С этим у меня вопрос к водителям, к автомобилистам города Донецка, Донецкой Республики, Донецкой области. Нравится ли вам такая ситуация? Нравится ли вам ситуация, что теперь работники ГАИ совершают любые противозаконные действия и несут за это никакой ответственности? И более того, не несут. Они даже об этом говорить нельзя. То есть, любое правонарушение, которое совершает милиция, оно априори будет нигде не показано, и априори милиционер будет прав. Нравится ли вам такая ситуация? Готовы ли вы жить в такой стране? Да, в Украине было плохо, и мы об этом писали на протяжении последних пяти лет. Действительно было плохо, действительно была коррупция, но мы об этом говорили открыто, и эту коррупцию каким-то образом пытались уменьшить. И у нас получалось это делать. У нас получалось уменьшать и увольнять коррумпированных работников милиции, коррумпированных работников ГАИ. И во всяком случае, на сегодняшний день мы находимся в Киеве, мы все живы, мы можем выйти на площадь и сказать, у нас коррумпированный президент, у нас коррумпированный начальник ГАИ, министр МВД, генеральный прокурор. Мы можем это говорить открыто, мы можем выражать свои политические взгляды и привлекать своих сторонников. Нам за это никто не будет убивать и избивать. Да, им будет это не нравиться, но открыто они этого делать не будут. На территории же Донецка, только вы скажете кривое слово против власти, вас просто убьют. Потому вот такая вот ситуация. Мне, конечно, очень жаль, что так сложилось, что люди, которые боролись с беспределами милиции на сегодняшний день не могут заниматься своей работой. Они даже боятся об этом говорить, поскольку прекрасно понимаете, что придут террористы и просто расстреляют их семьи. Это мне очень напоминает ситуацию, которая сейчас в Колумбии, где вот я недавно общался, находясь в Америке, с жителем Колумбии, который мне сказал открыто, что я счастлив, что уехал в США по той простой причине, что в нашей стране, если журналист скажет хоть кривое слово против президента, расстреляют и журналиста, и всю его семью. Я, находясь в США, могу говорить открыто, что мама скотина, и меня никто за это не убьет. И это, как говорится, свобода слова, свобода своих выражений, своих взглядов. Конечно, Украина это не США, и Киев это не США, но мы пытаемся хотя бы хоть как-то привести нашу страну, наш город в какое-то демократическое русло, поставить на это. Да, еще масса преступников, масса негодяев, которых придется зачистить, но это процесс, который мы будем делать на протяжении последующих лет. И наша задача оставаться живыми, оставаться на свободе, чтобы мы занимались своей работой. Такой работой жители Донецка и наши активисты уже заниматься не могут.